Анна Ахматова. Только память вы мне оставьте. В 1828, самом разгульном своём году, Александр Сергеевич Пушкин был взят под тайный надзор третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии, возглавляемым генералом от кавалерии Бенкендорфом. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада – далеко не богобоязненное сочинение поэта, и он ждал ссылки прямо прямо на восток. В 1928-м завеяниями и настроениями в литературе наблюдали тайные агенты и осведомители ЧК ОГПУ. Ими была наводнена творческая среда. Каждый случай обвинения поэта в политическом преступлении наследник режима третьего отделения товарищ Сталин рассматривал лично и, верша судьбы, внимательно отслеживал литературный процесс. Преступление мог считаться отказ Анны Ахматовой, единственной из плеяды поэтов Серебряного века, вступать в ряды учреждённого в 1934-м Союза писателей СССР. Она осмеливалась не иметь ничего общего с писательской организацией, созданной сверху. В 1935-м, сразу после ареста мужа и сына, глава ленинградского НКВД обратился к товарищу Сталину за санкции на арест Анны Ахматовой. На обращение вождь народов ответил великодушным молчанием, что не мешало доблестным оперативникам накапливать материал о скрытой враждебности и антисоветских настроениях литературной дамы. ПРО ДОМО МОЯ Один идёт прямым путём, Другой идёт по кругу И ждёт возврата в отчий дом, Ждёт прежнюю подругу. А я иду, за мной беда Не прямо и не косо, А в никуда и в никогда, Как поезда с откоса. В 1950-м руководитель Министерства госбезопасности СССР докладывал товарищу Сталину агентурные и следственные материалы об активном враге советской власти Анне Ахматовой и ходатайствовал об аресте. «Я сама кормлю своих стукачей», – замечала она. Видите, комната моя сегодня вымыта, вычищена. Я ушла к Рыбаковым, а тут Таня по просьбе Владимира Георгиевича вымыла, вычистила и даже послала половик. А на столе скатерть Коля Гумилёв когда-то привёз из Каира. «Давно не было в живых Поле, иных уж нет, а те далече», – ставит она эпиграфом к своей поэме. «Тени, двойники, видения прошлого, и она сама как тень, двойник, привидения, если бы не творчество, неизменный модус её бытия, в никуда и в никогда уводящая беду от людей, неважно, этики ли они или мещане, целый слой неинтеллигентной интеллигенции глухой к стихам». «Мещанство», – записывает Лидия Корнеевна Чуковская, – «тот слой населения, который лишён преемственной духовной культуры. Для них нет прошлого, нет традиций, нет истории, уж, конечно, нет будущего. Они сегодня, в культуре они ничего не продолжают, ничего не подхватывают и ни в какую сторону не идут. Поэзия Ахматовой, напротив, вся воплощённая память, вся история души, история страны, история человечества, вся в основах, в корнях русского языка. У мещанина ж и языка нет, у него в запасе слов триста, не более, да и не основных русских, а сиюминутных, сегодняшних». Записки о бане Ахматовой, 14 января 1955 года «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз, ни ласточкой, ни клёном, ни тростником и ни звездой, ни родниковую водой, ни колокольным звоном, не стану я людей смущать и сны чужие навещать неутолённым стоном». И прежде для поэзии случались тяжёлые времена. Чернышевский и Писарев, а отчасти и Белинский, объяснили публике, что поэзия – вздор, пустяки. Они внушали людям, кроме того, ещё нечто очень верное, например, о вреде богатства, о зле социального неравенства. Но этой стороны их проповеди мещане не усвоили. За то, что поэзия – вздор, они усвоили отлично и на этом основании чувствовали себя передовыми. И техника поэтами была утрачена, и ею никто не занимался. А ведь такая утрата равна катастрофе. Ведь все и без поэзии знают, что надо любить добро, но чтоб добро потрясало человеческую душу до трепета, нужна поэзия, а поэзия без техники не существует. Записки об Альме Ахматовой 2 октября 1955 года В 1919 году в тбилисском журнале «Арс» поэт Рафалович писал в рецензии на «Белую стаю» «Лирик по природе своего дарования – центр тяжести их жизни и творчества, с первых же шагов, нашедшие об любви» Ахматова, если судить по трём её книгам, не только никогда не была счастлива, но пережила настоящую трагедию, которая вещает о себе чуть ли не с каждой страницы «Белой стаи». Ни внешние обстоятельства, ни случайные жизненные, ни неудачные любовные опыты или несбывшаяся встреча с тем, кто роком предназначен, создали эту трагедию. Всё это может вызвать только драму. Трагедия – неизбежность, неизбывность, роковая вина невинной души. Всякий способен пережить драму. Трагедия бывает уделом только крупной личности, и не спасут от неё ни таинственный песенный дар, ни слава, ни по книге Королёва Анны Ахматовой. Не стращай меня грозной судьбой и великою северной скукой. Трагедия ещё предстояла, та, настоящая, которая точила камень во тьме, пробивалась сквозь дым и о которой вещалась чуть ли не с каждой страницы её сборников. Эта трагедийная неизбежность бессловесно грохотала, пыталась сказаться, желала быть воспетой голосом гения тревоги. Предчувствовала и понимала её декадентская поэтесса. Путём великого очищения, путём всея земли шла она с первых книг и, быть может, с самого начала знала об этом. Уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. Родная земля. И в мире нет людей и без слёзней, надменнее и проще нас. 1922. В заветных ладанках не носим на груди, о ней стихи навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем её в душе своей предметом купли и продажи, хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах. Да, для нас это хруст на зубах. И мы мелем и месим и крошим тот ни в чём не замешанный прах. Но ложимся в неё и становимся ею. Оттого и зовём так свободно Своёю. 1961. Больница в Гавани К 1963-му Анна Андреевна Ахматова, испытав на себе танковую тяжесть государственной машины, могла утверждать, что в божественных стихах Александра Сергеевича Пушкина мы почти перестали слышать его человеческий голос. Её лозунгом стало «Побольше стихов, поменьше третьего отделения». Всё потому, что из стихов может возникнуть нужная нам проза. А из третьего отделения, как известно, ничего возникнуть не может. И впрямь весь опыт XIX и XX веков недвусмысленно свидетельствует, что политическая полиция с иска и надзора вряд ли могла сослужить кому-либо хорошую службу, разве что усердным жандармам и недобросовестным литературоведам. Куда пошёл? С кем был? Сколько провёл времени? Что сказал? О ком пошутил? Ещё не было случая, чтобы из всего этого ссора возникла проза, которая вернула бы нам стихи обновлёнными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал во всей многоплановости слова и с сохранением человеческой интонации. Чем хуже этот век предшествующих? Разве тем, что в чаду печали и тревог он к самой чёрной прикоснулся язве, но исцелить её не мог? Ещё на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах блестят, а здесь уж белая дома крестами метит, и кличет воронов, и вороны летят. Зима 1919. Как по земле идёт с котомкой лихо 11 октября 1921 года издание Харьковских театралов уведомляло. Получено известие, что Ахматова не умерла. Да исполнится русское поверье, – оптимистично завершали театральные известия, – что кого преждевременно похоронят, тот долго проживёт. Слух, однако, оказался всеохватным и долгоиграющим. И 28 октября в Центральном показательном клубе Симферополя состоялся «Вечер памяти» Анны Ахматовой. Афишу об этом вечере с участием местных профессоров словесности Анны Ахматовой подарит Марии Шкапской три года спустя. Царско-сельская Ода Безымянный переулок – 90-е годы, а в переулке забор дощаты – Н.Г. Ты поэт местного царско-сельского значения – Н.П. Настоящую Оду нашептала. Постой! Царско-сельскую Оду прячу в ящик пустой. В роковую шкатулку, в кипарисный ларец, А тому переулку наступает конец. Здесь не темник, не шуя, Город парков и зал, Но тебе опишу я, как свой Витебск шагал. Тут ходили по струнке, Мчался рыжий рысак, Тут ещё до чугунки Был знатнейший кабак. Фонари на предметы Лили матовый свет, И придворной кареты Промелькнул силуэт. Так мне хочется, чтобы появиться могли Голубые сугробы С Петербургом вдали. Здесь не древние клады, а дощатый забор, Интендантские склады и Извозчичий двор. Шепелявя неловко и с грехом пополам, Молодая чертовка там гадает гостям. Там солдатская шутка льётся, Желч не тая, полосатая будка и махорки струя, Драли песнями глотку и клялись Попадьёй, пели до поздно водку, Заедали кутьёй. Ворон криком прославил Этот призрачный мир, А на розвольнях правил Великан Керасир. 3 августа 1961 Комарова «В поэзии всегда война», – писал Осип Эмилиевич Мандельштам в заметках о поэзии. «И только в эпохе общественного идиотизма Наступает мир или перемирие. Корневоды, как полководцы, Ополчаются друг на друга. Корни слов воюют в темноте, Отнимая друг у друга пищу и земные соки. Борьба русской, т.е. мирской, бесписьменной речи домашнего корнисловья и языка мирян с письменной речью монахов с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой сказывается до сих пор». В ноябре 1921 советская власть признала возможность допустить работу частных издательств. Между Красным террором Гражданской войны и массовыми репрессиями 1930-х настала короткая передышка НЭПа. 19 января 1922 на первом вечере чистки современной поэзии в Политехническом музее Владимир Владимирович Маяковский заявляет «Сломлены устои буржуазного мира. Новое рабочее государство выводит на широкий и светлый путь не только Россию, но и человечество. Решаются мировые исторические вопросы и решаются не заседаниями и конференциями, а кровью, железом, опустошительными эпидемиями, поволжскими драмами, невероятным голодом борющегося класса, целым сонном несчастья и лишений, ужасов и бедствий». Наталии Рыковой Всё расхищено, предано, продано. Чёрной смерти мелькало крыло, всё голодной тоскою изглодано. Отчего же нам стало светло? Днём дыханьями веет вишнёвыми небывалый под городом лес. Ночью блещет созвездиями новыми глубь прозрачных июльских небес. И так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам, никому, никому не известное, но от века желанное нам. Июнь 1921. В это время издательство «Петрополис» выпускает в свет новый сборник стихов Анны Ахматовой «Анно Домини» и Владимир Владимирович Маяковский ставит вопрос – достойно ли художника в эти трагические дни отойти от современности и погрузиться в пучину сторонних, далёких, чуждых вопросов? Можно ли и теперь воспевать «каринфские стрелы» за счёт целого вихря вопросов, кружащихся около нас? Часть аудитории, правда небольшая, стояла, видимо, за «каринфские стрелы» – это зрители жизни, революционный баланс, люди, от которых не было и никогда не будет никакого толку. Но властно господствовала и торжествовала совсем иная идея, а подлинной задачи художника – жить живой жизнью современности, давать эту современность в художественных образах, помогать своим творчеством мучительному революционному процессу участвовать активно в созидании нового царства. И когда с этим критерием мы подходим к поэтам современности, многие остаются за бортом, поэтами во всём объёме этого слова названы быть не могут. Комнатная интимность Анны Ахматовой, мистические стихотворения Вячеслава Иванова и его эллинские мотивы, что они значат для суровой железной нашей поры. Но как же это так? Счесть вдруг нулями таких писателей, как Иванов и Ахматова. Разумеется, как литературные вехи, как последующие рухнувшего строя – они найдут своё место на страницах литературной истории. Мод для нас, для нашей эпохи – это никчёмные, жалкие и смешные анахронизмы. Когда после пламенной речи пролетарского поэта было предложено запретить Анне Ахматовой на три года писать стихи, пока не исправится, большинство простым поднятием рук – запрет поддержало. Будут чёрные грядки холить, Ключевой водой поливать, полевые цветы на воле – их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звёзд зажжённых в сентябрьских небесах – для детей, для бродяг, для влюблённых вырастают цветы на полях. А мои – для святой Софии – в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень. И, как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Лето 1916-го Слепнёва Тесно сомкнутые ряды идейных борцов за революционное дело, между тем, не препятствовали поэзии Анны Ахматовой служить образцом. На Пельбауму предлагают ей стать синдиком звучащей раковины, литературной группы осиротелой после расстрела Николая Кумилёва. Из редакции журналов и альманахов с утра до вечера поступают звонки с предложениями опубликовать хоть что-нибудь. С её участием или без организуются её вечера. Традицию писем о русской поэзии продолжает Осип Мандриштан. Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с Анной Карениной, Тургенева с дворянским гнездом, всего Достоевского и отчасти даже Лескового. Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу. Вся эта форма, вышедшая из асимметричного параллелизма народной песни и высокого лирического прозаизма Анинского, приспособлена для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой. Конец цитаты. Ахматова указала женщине путь освобождения, утверждает критика. Это путь творчества, невольница делается царицей. Черных летопись вести. Творчество. Бывает так, какая-то истома, в ушах не умолкает бои часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов не чудятся и жалобы и стоны, сужается какой-то тайный круг. Но в этой бездне шёпотов и звонов встаёт один всё-победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растёт трава, как по земле идёт скотомка лихо. Но вот уже послышались слова и лёгких рифм сигнальные звоночки, тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. В 1936 год столетия гибели Александра Сергеевича Пушкина. Прошло полтора десятилетия с вечера чистки современной поэзии в Политехническом музее, расстрела Николая Гумилёва и кончины Александра Блока. За всё это время не было ни одного года, чтобы новые сомы несчастий, лишений, ужасов и бедствий, которые сразу после слома устоев буржуазного мира казались оправданными Майковскому, не обрушивались на государство рабочих и крестьян. Декадентская поэтесса со своей комнатной интимностью всё ещё писала стихи и перековываться или исправляться не желала. Уже шесть лет, как подставил грудь под пистолетное дуло и сам первый поэт небывалого государства, а она, последышь рухнувшего строя, всё в какой-то эстоме продолжала вслушиваться в жалобы эстоны неузнанных и пленных голосов. Никчёмные, жалкие и смешные анахронизмы суровой, железной, кровавой эпохи вечной битвы за счастье будущих поколений. Есть фундаментальная несправедливость в оценке настоящих творческих усилий как со стороны будущих поколений, так и со стороны современников. Творчество даже плохой певички, личной по своей природе, творчество даже хорошего инженера, как бы растворяется в общем анонимном прогрессе техники. Юрий Лотман. Это обстоятельство неприятно поражало героев рассказов Антона Павловича Чехова, знала о нём и невольница с цветами для Святой Софии из Русской земли. И всё, что ушло в прошлое – молебны, многооконная предвоенная усадьба, разлук и встреч – всё те же повторения, поцелуи на лестнице и в гостиной – всё это ушло, как будто в допушкинские времена, принадлежит теперь уже кому-то другому не вмещается в границы одной прожитой жизни. А если что и делает жизнь единой, так это даже не память, которая теперь всё более о былых существованиях и народах, но исключительно тайный круг с бездной шёпотов, звонов и одним, всё победившим звуком творческого осмысления. Течёт река неспешно по долине, в многооконной на пригорке дом, а мы живём, как при Екатерине, молебны служим, урожая ждём, перенеся двухдневную разлуку, к нам едет гость вдоль Нивы золотой, целует бабушке в гостиной руку и губы мне на лестнице крутой. В набросках статьи о Боротынском Александр Сергеевич Пушкин представил отношения поэта с читателем и их изменения со временем следующим образом. Понятия, чувства восемнадцатилетнего поэта ещё близки и сродны всякому. Молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растёт, понятия становятся выше, чувства изменяются, песни его уже не те, а читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от их и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя и, если изредка ещё обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звуком только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединённых, затерянных в свете. Эту мысль, замечает Анна Ахматова, подсказал Пушкину сам Боротынский в письме 1828 года, где объяснял неудачу Онегина. «Я думаю, что у нас в России поэт только в первых незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нём почти свои чувства, почти свои мысли, облечённые в блистательные краски. Поэт разбивается, пишет с большую обдуманностью, с большим глубокомыслием. Он скушен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его всё-таки не проза. Не принимай на свой счёт этих размышлений. Они общие». Ахматова каменный гость Пушкин. Не поэзия неподвижна, делает вывод Анна Андреева, а читатель не поспевает за поэтом. По неделе ни слова ни с кем не скажу, всё на камне у моря сижу, и мне любо, что брызги зелёной волны, словно слёзы мои, солоны. Были вёсны и зимы, да что-то одна мне запомнилась только весна, стали ночи теплее, подтаивал снег. Вышла я поглядеть на луну и спросил меня тихо чужой человек, между сосенок встретив одну, «Ты не та ли, кого я повсюду ищу, а которой с младенческих лет, как о милой сестре, веселюсь и грущу?» Я чужому ответила «Нет». А как свет поднебесный его озарил, я дала ему руки мои, и он перстень таинственный мне подарил, чтоб меня уберечь от любви. И назвал мне четыре приметы странные, где мы встретиться снова должны – море, круглая бухта, высокий маяк, а всего непременней – полынь. И как жизнь началась, пусть и кончится так, я сказала, что знаю. Аминь. Осень 1916. Севастополь. Моральной монастыркой, монашенкой с крестом на груди называл её Юлий Ахенвальд. Монастырка, но в миру, но в свете, в блестящем вихре столицы. Свет и блестящий вихр столицы в прошлом. Они и прежде-то казались не более реальными, чем воспоминания о них в 1922 году, когда вышла книжка Ахенвальда поэта и поэтесса. Творчество всегда служило ей диспозиции и понимания. Через его тайный круг она смотрит на мир и присутствует здесь, в его тайном круге. Ахенвальд. Очень скучно писать о себе и очень интересно писать о людях и вещах. Это Ахматова о биографической книге, но это и о литературе вообще. Сказать что-то о себе возможно лишь сказав всё о мире. Отсюда монашеский образ среди карнавала столичной жизни, социальных бурь и потрясений войны. Поэт – свидетель и участник происходящего, но по сути отрешённый, ибо превосходит настоящее, ибо слышит рифм сигнальные звоночки и начинает понимать гораздо больше, чем доступно человеческому слуху. Как в лесу растёт трава, как по земле идёт скотомка и лихо. Марает бумагу графоман, выдумывает версификатор, добивается карьерного роста щелкопёр. Иной природы строки, когда сочинитель будто и не принадлежит себе. Кому в таком случае он припоручает свою свободу и висящую на волоске жизнь – богу, нации или скотомка и лиху, можно судить, если распознать неведомого друга из тех, с кем просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Муза «Когда я ночью жду её прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода – предмилой гостье с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня, ей и говорю. Тыль Данту диктовала страницы ада?» Отвечает. Я. Март 1924. Петербург. Казанская, 2. Ни один из царей библейских времён не приминул призвать провидцев и прозорливцев себе на службу. Их слова, сами по себе обретающие ритм и метр, считались данными свыше. В культуре нового времени стало принятым говорить, если не о религиозном служении пророка, так о духовном предназначении поэта. Юлий Айхенвальд в пору, когда брань по адресу последующей рухнувшего строя из эпизодической стала планомерной и продуманной, сохраняя верность высокому слову дореволюционной русской критике, утверждал. «Нужна духовной России Анна Ахматова – последний цветок благородной русской культуры, хранительница поэтического благочестия – такое олицетворение прошлого, которое способно утешить в настоящем и подать надежду на будущее». Многим. Я – голос ваш, жар вашего дыханья, я – отраженье вашего лица, напрасных крыл напрасно трепетанье, ведь всё равно я с вами до конца. Вот отчего вы любите так жадно меня в грехе и в немощи моей. Вот отчего вы дали неоглядно мне лучшего из ваших сыновей. Вот отчего вы даже не спросили меня ни слова никогда о нем. И чадными хвалами задымили мой навсегда опустошённый дом. И говорят – нельзя теснее слиться, нельзя непоправимее любить. Как хочет тень от тела отделиться, как хочет плоть с душою разлучиться, так я хочу теперь забытой быть. 14 сентября 1922 Петербурга Забытой быть – желание укрыться от шагающего по русской земле лиха, которого с 1914 было в избытке, и когда казалось, что вот наконец всё плохое ушло в прошлое, лиха снова собиралось силой и готовило новые сонмы несчастья, лишений ужасов и бедствий. 6 июля 1922 года постановлением Политбюро ЦК РКПБ создавалась комиссия по организации писателей и поэтов «Самостоятельное общество». 16 июля Ленин в письме Сталину излагает способ высылки из России меньшевиков, народных социалистов, кадетов и тому подобных. Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров – не позже. А эстовать несколько сот и без объявления мотивов – выезжайте, господа. Всех авторов Дома и театров, Питерской мысли, Хайков обшарить – мы его не знаем, это для нас заграница. Чистить надо быстро, не позже конца процесса эсеров. Обратите внимание на и театров Питере. Азиса. Новая узкая книга, номер четыре, 1922 год, страница 37. И на список частных издательств, страница 29. С коммунистическим пьеветом Ленин. Письмо Владимира Ильича Ленина Иосифу Виссариумовичу Сталина. 19 июля на заседании только что созданной комиссией по организации писателей и поэтов принят в основном список предполагаемых членов общества КРУ. Напротив имени Ахматовой поставлен знак вопроса и в скобках отмечено «Расстрелян муж» Гумилёв. А ты теперь тяжёлый и унылый, отрекшийся от славы и мечты, но для меня непоправимо милый, и чем темней, тем трогательней ты. Ты пьёшь вино твоей нечистой ночи, что наяву не знаешь, что во сне, но зелены мучительные очи. Покоя, видно, не нашёл в вине. И сердце только скорой смерти просит, клянями длительность судьбы. Всё чаще ветер западный приносит твои упрёки и твои мольбы. Но разве я к тебе вернуться смею? Под бледным небом Родины моей я только петь и вспоминать умею, а ты меня и вспоминать не смей. Так дни идут, печали умножая. Как за тебя мне, Господа, молить? Ты угадал. Моя любовь такая, что даже ты не мог её бить. 22 июля 1917 Слепнёва В середине августа 1922 в Москве, Петрограде, Казани, на Украине арестованы те, кого предполагалось выслать. В конце месяца газеты опубликовали официальные сообщения об этих арестах и о решении Совнарпома выслать за границу большую группу учёных, литераторов, врачей, агрономов. 5 сентября Дзержинский разъясняет Уншлихту, директивы Ленина, о принципах составления списков интеллигенции для высылки за границу. Необходимо выработать план, постоянно корректируя его и дополняя. 1. Надо всю интеллигенцию разбить по группам. Примерно. 1. Билетристы. 2. Публицисты и политики. 3. Экономисты. Здесь необходимы подгруппы. А. Финансисты. Б. Топливники. В. Транспортники. Г. Торговля. Д. Кооперация. Четвертая. Техники. Здесь тоже подгруппы. 1. Инженеры. 2. Агрономы. 3. Врачи. Генштабисты и т.д. 5. Профессора и преподаватели и т.д. Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело. Каждая группа и подгруппа должна быть освещаема всесторонними компетентными товарищами, между которыми эти группы должны распределяться нашим отделом. Сведения должны проверяться с разных сторон, так, чтобы наше заключение было безошибочно и бесповоротно, чего до сих пор не было из-за спешности и односторонности освещения. Надо в плане далее иметь очередность заданий и освещения групп. Надо помнить, что задачей нашего отдела должна быть не только высылка, а содействие выпрямлению линии по отношению к спецам, т.е. внесение в их ряды разложения и выдвигания тех, кто готов без оговорок поддерживать советскую власть. Обратите внимание на статью Кино «В правде» от 3 сентября. Такими обследованиями следовало бы и нам заняться. Необходимо также вести наблюдение за всей ведомственной литературой НКЗМа, ВСНХ, НКФ, НКПС и других. Например, авторы сборника НКФ номер два «Очередные вопросы финансовой политики» явно белогвардейцы, как Соколов. О принятом решении и выработанном плане сообщите мне. Письмо Зержинского от Шлифт. Под угрозой смертной казни все арестованные дали подписку о невозвращении в РСФСР. «Знаете, – поговаривала Фаина Георгиевна Раневская, – когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла – нас ждут большие неприятности. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубо лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключённый, как больной, темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей без слёзней, надменней и проще нас» Июль 1922-го. Петербург. В конце сентября и середине ноября 1922-го года двумя рейсами немецких пассажирских судов из Петрограда в Штеттен были доставлены более полторы сотни насильственно высыланных из Советской России представителей интеллигенции. Эта акция рабоче-крестьянской власти получила собирательное название «Философский пароход». На его борту Россию покинули профессора Бердяев, Франк, Ильин, Трубецкой, Лосский, Корсавин и другие. Высылка осуществлялась также на пароходах из Одессы и Севастополя и поездами из Москвы в Латвию и Германию. В отличие от расстрела, повсеместно применяемого большевиками к врагам и тем, кто считался врагами революции, высылка представлялась достаточно гуманной мерой и должна была способствовать признанию советской власти правительствами других стран. Высылаемым разрешалось взять с собой две пары кальсон, две пары носков, пиджак, брюки, пальто, шляпу, две пары обуви на человека. Деньги и прочее имущество высылаемых и членов их семей подлежало конфискации. Нарком Троцкий заявлял отстранённо. Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Что же, эти люди пережили ужасы террора и гражданской войны, выжили, когда эпидемии, голод и холод десятками косили коллег. Эти люди, тем не менее, всё ещё сохраняли академическое свободомыслие и составляли русскую мысль. Терпеть их было ни в коем случае невозможно. Всё равно, что глядеть в глаза пущенному на слом укладу общественной жизни. Философский пароход – это эпилог серебряного века. И вот одна осталась я считать пустые дни. О, вольные мои друзья, о, лебеди мои! И песни я не скличу вас, слезами не верну, но вечером в печальный час в молитве помяну. Настигнут смертной устрелой, один из вас упал, и чёрным вороном другой меня целуя стал. Но так бывает раз в году, когда растает лёд, В Екатеринином саду стою у чистых вод. И слышу плеск широких крыл над гладью голубой, Не знаю, кто окно раскрыл в темнице гробовой. 1917. Конец года Теоретик и организатор натуральной школы Виссарион Григорьевич Билинский противопоставлял гениев и талантов как литературу и билетристику. К этой его идее обращались Юрий Лотман и Николай Мордовченко. Полезно обратиться и ныне. Гении – создатели искусства, непредсказуемы в своём творчестве и не поддаются управляющему воздействию критики. Одновременно между гением и читателем всегда некая, по выражению Пушкина, недоступная черта. Непонимание читателям гениального творения – не исключение, а норма. Отсюда Билинский делал смелый вывод – гений, работающий для вечности и потомства, может быть не только непонят современниками, но даже бесполезен для них. Его польза таится в исторической перспективе. Но современник нуждается в искусстве, пускай и не столь глубоком и не столь долговечном, но способном быть воспринятым читателем сегодня. Эта идея Билинского хорошо интерпретируется в антитезе взрывных и постепенных процессов. Из неё вытекает ещё одна особенность. Для того, чтобы быть освоенным современниками, процесс должен иметь постепенный характер. Но одновременно современник тянется к недоступным для него моментам взрыва, по крайней мере, в искусстве. Читатель хотел бы, чтобы его автор был гением, но при этом он же хотел бы, чтобы произведения этого автора были понятными. Так создаются кукольник или Бенедиктов – писатели, занимающие вакантное место гения и являющиеся его имитацией. Такой доступный гений радует читателя понятностью своего творчества, а критика – предсказуемостью. Безошибочно указывающий будущие пути такого писателя критик склонен приписывать это своей проницательности. Юрий Михайлович Лотман «Культура и взрыв» Эпические мотивы Смеркается и в небе темно-синим – где так недавно храм Иерусалимский таинственным сиял великолепьем, лишь две звезды над путаницей веток и снег летит откуда-то не сверху, а словно подымается с земли – ленивый, ласковый и осторожный. Не странную в тот день была прогулка. Когда я вышла, ослепил меня прозрачный отблеск на вещах и лицах, как будто всюду лепестки лежали тех жёлто-розовых некрупных роз, названия которых я забыла. Безветренный, сухой, морозный воздух – так каждый звук лелеял и хранил, что мнилось мне – молчанье не бывает. И на мосту, сквозь ржавые перила, просовывая руки в рукавичках, кормили дети пёстрых жадных уток, что кувыркались в проруби чернильные. И я подумала – не может быть, чтоб я когда-нибудь забыла это. И если трудный путь мне предстоит – вот лёгкий груз, который мне под силу собою взять, чтоб в старости, в болезни и, быть может, в нищете припоминать закат неистовый и полноту душевных сил и прелесть милой жизни. В антитезе взрывных и постепенных процессов «Реквием» поэма без героя, так же, как ранние поэмы «У самого моря» и сборники «Чёткий белая стая» Анна Андомини – это взрыв. Многочисленные подражатели и продолжатели творческой традиции Анны Андреевны Ахматовой, многих безутешных вдовы – это постепенный процесс. Между литературой и билетристикой такой же промежуток, как между моментом взрыва и возникающим на его основании новым этапом постепенного развития. По сути дела аналогичные процессы происходят и в области познания. С известной условностью их можно определить как противопоставление теоретической науке и технике. Юрий Михайлович Лотман Культура и взрыв Де профундис, моё поколенье, Мало мёду вкусило, и вот только ветер будит в отдаленье, Только память о мёртвых поёт. Наше было не кончено дело, Наши были часы сочтены. До желанного водораздела, До вершины великой весны, До неистового цветенья Оставалось лишь раз вздохнуть. Две войны, моё поколение, Освещали твой страшный путь. Ташкент, 23 марта 1944. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...